8 февраля в здании Дворца культуры «Водник» состоялся республиканский конкурс на национальных языках Дагестана, который проводится в целях поддержки молодых талантов нашей республики. Организацию и проведение конкурса осуществляет Министерство по делам молодежи Республики Дагестан и Республиканский молодежный центр. В общей сложности выступили 15 человек, как с фасоверта, так и близлежащих районов. Профессиональную оценку участников конкурса осуществляли эксперты, утвержденные Оргкомитетом. Цель конкурса – это пропаганда традиционных культурных ценностей молодежной среде посредством приобщения к многообразию культурной составляющей республики. Один из участников Рагим Панахов озвучил нам одну из главных задач республиканского конкурса. Это формирование у молодежи целостного представления о многообразии культуры народов Дагестана, а также патриотическое воспитание молодежи. По моему мнению, что национальные песни мы не должны забывать. Почему? Потому что уже если посмотреть, что в современном мире происходит, можно сказать, мы свое родное уже забываем, может кто-то уже не знает родной язык. Из-за этого я считаю нужным, что все должны участвовать в таких мероприятиях. Ну, я пел песню в гимнеле, у нас называется только на лезгинском языке. Выбрал, почему? Потому что она более только так идет, народное подобие этого, из-за этого я выбрал эту песню. Всем участникам сегодняшнего отборочного тура «Голоса гор» пожелать хотел бы удачи, чтобы они все прошли. Я считаю, что почти они все исполнили песни на высоком уровне. Также хочу пожелать побольше, чтобы молодежи участвовали в таких мероприятиях. Как я и говорил ранее, это наша культура, мы не должны забывать свою культуру. Организаторами и координаторами проведения отборочного этапа конкурса являются муниципальные образования Дагестана, муниципальные отделы и управление по делам молодежи. Конкурс проводится в два этапа – это отборочный и галоконцерт. Заместитель директора Республиканского молодежного центра Министерства по делам молодежи Республики Дагестан Арсен Лугоев оценил выступления ребят на высоком уровне и дал свою оценку конкурсантам. Конкурс реализуется уже третий год подряд. Был он создан по инициативе экс-главы Республики Дагестан Рамазана Гаджимрадовича Абдулла Типова. Это конкурс о песне на национальных языках Дагестана, который называется «Голос гор». Если говорить сугубо деловым языком, то это сохранение и преумножение культурных традиционных ценностей в молодежной среде Республики Дагестан. Если говорить не документальным языком, то это на самом деле шанс для наших ребят, которые не сосредоточены в муниципальных центрах, таких как Махачкала, Дербен, в больших городах, как-то проявить себя и выйти на более широкую публику и представить свой район. А в дальнейшем победитель республиканского этапа будет представлять уже Республику на федеральном уровне. В первую очередь, конечно, это вокальные данные. То есть, насколько человек хорошо владеет своим голосом, это раз. Во-вторых, если на сцене не просто стоит и поет человек, а у него есть какой-то номер. То есть, либо у него подтанцовка, либо у него как-то красиво, прикольно выстроены бэки, либо у него живая музыка. Это только большой плюс, особенно все, что касается подтанцовки и живой музыки. Это громада плюс, и такие номера в приоритете. Финал конкурса будет проходить в Махачкале 27 февраля текущего года. В состав делегации войдут молодежные вокально-инструментальные коллективы и солисты, занимающиеся изучением и восстановлением народных праздников, песенах хореографических традиций своего района, а также молодежные коллективы. Возраст участников от 14 до 30 лет. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».